Доброе утро, мои дорогие и хорошие. Мы видели все ваши сообщения, как вы за нас переживали. У нас был пипец, откровенно говоря. Сейчас мы все потихоньку рассказывать, листать. Начнем с того, что 13-го был день рождения у мамы Йоси, 14-го у папы. У нас большой праздник ТРНДС. Мы забронировали СПА-отель, собрались ехать туда. Отмечать, собственно, все эти дни. А потом что-то пошло не так. Потом очень-очень сильно, в пух и прах, просто как никогда раньше, там взругался Йося и его папа. И папа ушел из дома. Доброе утро. Скучал по вам. Где я? Что с нами? Почему вы так долго отсутствовали в Инстаграм? Скоро все узнаете. Смотрите следующие сторис. Ох, слава богу. Вы же спросите, что произошло? Произошло страшное. Мы очень сильно, прям очень сильно поругались с папой. Прям так поругались, что летели неприятные слова. По итогу он собрал вещи и свалил, свалил. По итогу мы поехали встать за ним на вокзал, где он устроил истерику. Звал полицию. Полиция хотела уже меня забрать. Благо, мы расскажем всю историю. Он уехал, и мы поехали домой. А что было дальше? Сейчас, в поиске нашего блудного сына, наше увлекательное путешествие продолжается. Дали ожидания. Поиск начали через пару часов. Ты моя булочка, Крошкина. По тебе тоже по пищике скучали. Очень. Уливнись. Ну, уливнись, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что вы, что вы? По итогу, когда уже, короче, все опомнились, он уже уехал. Мы вообще не понимали, типа, в смысле, что произошло, куда. Начали ему звонить. Он, естественно, обманывал. Правда, не говорил куда, чего, как. Потом, когда уже выяснили, что он уехал на Казанский вокзал, было очень поздно. Йоси, конечно, успел. Приехал ровно за 10 минут до отправления поезда. Но, когда я увидел Йосифа Мартыновича, он начал кричать. Полиция, спасите. Проводникам объясняешь, ну, у человека больное сердце. Он не может ехать. Нужно, чтобы он поехал с нами. Мы, ну, там, как провожающие. Это Йося и моя сестра, да, то есть хотели бы с поезда снять. Так проводники вообще-вообще не стали их пускать. Ну, это вообще какая-то жесть. Но уже ладно. Конечно, жесть за всей этой ситуацией. Больше всех нервничала Йосина мама. Вот. И однозначно на семейном совете было принято решение о том, что надо лететь. Благо, я на этом и стояла, потому что... Ну, потому что... Вот. И решили, короче, смотреть билеты на самолет. Либо раскуплены, либо отменены. Потому что в Москве еще, как назову, были сильные снегопады выходные. Ну, и, короче, вчера ночью мы выехали. Ехали почти сутки. Приехали вот сегодня ночью. Ну, собственно, сейчас покажем, как это было. Специально не снимали сторисы, чтобы никто не мог просто ничего им сдать, сказать и так далее. Мы своих не бросаем. Поэтому вот приехали за ним в Кущёвку. Пора отправляться на поиски нашего блудного сына. Девчонки, вы готовы к путешествию? Отлично, тогда погнали. Ну, вы серьезно, мы же спеши. Ты находишься пожар сейчас, а нам путь нужно. Понятно, прыгаем дальше. Сидит моя барыня Бахерина. Как дела, Репсима? Мы же всех. Мы же возвращаем? Конечно. А то убежал от нас. Кому не отходим. Вы же спросите, что произошло. Произошло страшное. Мы очень сильно, прям очень сильно поругались с папой. Прям так поругались, что летели неприятные слова. По итогу он собрал вещи и свалил, свалил. По итогу мы поехали встать за ним на вокзал, где он устроил истерику. Звал полицию. Полиция хотела уже меня забрать. Благо. Мы рассказали. Мог просто ничего. Пора отправляться на поиски нашего. Сидит моя барыня Бахерина. Как дела, Репсима? Мы же всех. Мы же возвращаем? Конечно. А то убежал от нас. Кому не отходим. Видите на эту красоту? Нет. На самом деле, Багал красивый. Приятного аппетита всем. Приятного. Наши первым султан всегда с нами. Вообще, на самом деле, мы просто приехали поесть сюда. Да, и поехали. Слушайте, где бы я ни была, я всегда возьму с собой эти полоски. Я вам уже говорила о том, что из домашнего отбеливания это самое эффективное. Светлее свои зубки. Слушно. Ух, совсем жизнь не встречалась. Но не с таким точно. Просто, смотрите, что происходит. Матальевич, как ты нам дорог. Так, доброе утро. Сынок, мне как, нравится все, да? Тебе вообще лучше уйдет. Так. О! 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 Муж мой. Танюха, как дела? Татьяна, как дела? Пора отправляться на поиски нашего блудного сына. Наше увлекательное путешествие продолжается. Дали ожидание. Поиск, наверное, через пару минут. Готовы? Погнали. Погнали. Сему виной. Мартыныч, Мартыныч. Как ты нам дорог. Знакомое место. Дежавю. Вчера мы бежали сюда за Мартынычем, а мы сегодня едем сами за ним. Обещаю, это путешествие будет увлекателем. Настолько маленького купе в моей жизни еще не было. То ли купе маленькое, то ли мы слишком большие. Мы большие. Ну все, мы обустроились. Пока нет. Потом чемоданы открыли. Чтобы понимали, мы сюда ели бледли. Точнее, смотрите. Ужас. Ели впихали все. Еще надо меньше брать с собой. Либо людей не брать. Это благо. Мы не взяли кошек, а не хотели... Отчасти я даже папу немножко ненавижу, потому что я не забирался приезжать домой. Не было в планах еще года как два, три, четыре, пять и тому подобное. Вообще, думал, здесь тепло. А оказалось, нет. Снега нет, но холодно. Репсима, скажите, пожалуйста, ваш муж когда-нибудь у вас засал в вашей жизни? Всегда. Взяли с собой яички. Внука закруглась. В общем, глаза, она меня пописала. Таня, да тихо. Наши путешествия продолжается. Мы не появляемся в сторис, так как нас не... Не появляемся в сторис, так как нас не должны спалить. Интересно, какая вот реакция. Ну что, готовим фуршет. Накрываем на стол без яиц никуда. Я сейчас живую еще. Я тебя буду. Мама. Мясо, ну, клянусь. Это не я, честно. А кто? А что ты ее смотришь? А что поделать? Это жизнь. О! А мы курицу-гриль забыли. Почему ты с нами? На поиске нашего блудного сына. Девчонки, вы готовы к путешествию? Отлично, тогда погнали. Ну вы серьезно, мы же спешим. Я нахожусь сейчас, а там путь нужно. Понятно, прыгаем дальше. О, мы шо, в музее? Партии, партии что? Ну что ж, мы дома. Добро пожаловать. Клава и Мартынич нас не ждут. Мама. Ты думал, ты от нас убежал, но нет. Партик! Сейчас ты от всех нас будешь получать. Они даже меня в инстаграме удалили. Правильно. Мы снимали историю, еще не специально. Специально не снимали. Все-таки ехали. А за что? Стоять, а теперь стоять за то. На скурку. Что ты хотел сказать? Вы же не хотели меня видеть. Стоять, а теперь стоять за то.